Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Русов, рад видеть вас на своем канале. Продолжаем с вами работать, продолжаем заниматься живописью, масляной живописью. И в сегодняшнем видео хотел бы с вами поговорить о материалах, так сказать, первой необходимости, которые нужны художникам. Художникам, которые не только хотят начать заниматься масляной живописью, и вообще познакомиться с этим, что это такое, как это себя ведет, что из этого можно делать и в итоге получить. Ну и для тех, кто уже занимается, занимается довольно-таки давно, возможно и не один год, также что-то полезное для себя найдет в этом видео. К данному вопросу, к данной теме я бы хотел подойти вместе с вами максимально профессионально, потому что работаю исключительно как художник, как профессионал, не как любитель. Масляной живописью я занимаюсь уже порядком 12 лет, и только 2 года из всего этого срока мне понадобилось на то, чтобы познакомиться со всем этим делом. Так сказать, от А до Я познакомиться с материалами, понять, как они себя ведут, какими работать, и что в итоге из всего этого можно получить, какую живопись, какую композицию. И ко всему прочему, как еще вот это вот полученное нужно правильно подавать перед зрителями на суд, на выставке. И уже последние 10 лет, друзья, я занимаюсь живописью как профессионал, как художник, то есть смело, активно, ничего не боюсь, так сказать, большими крупными шагами иду вперед, просто напролом, чтобы добиться своего, своей цели. А именно, я практически каждый день стою перед холстом или же хожу на этюды. Ну, по большей части я тут врать не буду, работаю у себя в мастерской, у себя в студии. Если я не делаю ни того, ни другого, я занимаюсь набросками. Помимо всего прочего, я активно принимаю участие в культурной и творческой жизни своего города, Калининграда, где я сейчас живу. Это активное участие в выставках, конечно же, городские, региональные, всероссийские, международные. И помимо всего прочего, я еще организую свои персональные выставки. Кстати, поговорим еще об этом, друзья. Помимо материалов, думаю, еще вот эту тему выставок затронем, потому что это очень важно. Мне это дало большой плюс, когда я начал уже на третьем году своей жизни, новой, так сказать, после знакомства со всеми этими материалами, после того, как я понял, как работать, что можно получить, какую живопись, какие композиции я могу создавать, я начал активно выставляться. Выставляться, и это мне дало просто огромный плюс. Поговорим еще об этом с вами. Итак, поехали, друзья. Начнем, пожалуй, с самого основного с вами, друзья. Это этюдник и холст. Начнем с этюдника. Вообще, от того, насколько вы создадите себе комфортную обстановку для работы, будет, конечно же, зависеть и не только конечный результат, но и весь процесс. Создание композиции, живописи, какой-то иной работы. Да, это, в принципе, к любому аспекту человеческой деятельности относится. Я на днях купил себе новый этюдник, потому что мой пришел уже полностью вообще в негодность. До этого я работал на подольском этюднике. Вот он. Вообще, подольские этюдники – это классика. Классика, на которых работает практически каждый художник, каждый мастер. Они очень мощные, они очень классные, они очень надежные. И нужно сказать, за 12 лет... Его, кстати, я купил в то время, когда начинал работать маслом, когда только-только знакомился с этими материалами. Дело подходило к лету, в практике к этюдам. Понятное дело, холст на коленках в руках держать не будешь, но это глупости. Нужен нормальный этюдник. И поэтому, оттолкнувшись от своих потребностей, на тот момент я приобрел себе вот этот вот этюдник. На то время он, по-моему, стоил то ли 3, то ли 3,5 тысячи. И, так сказать, по располагаемому бюджету, мне, в принципе, я был просто-напросто доволен. Плюс еще там на краске осталось и на другие материалы. То есть, все было классно. Нужно ему просто отдать должное. Он меня очень сильно выручал. Прослужил мне, так сказать, верой и правдой 12 лет. Ну, на сегодняшний день он просто-напросто уже начал изживать свое. Он, во-первых, очень сильно шатается. Вы сами мне не раз писали. Андрей, что у тебя камера худымом входит? Это не камера, это как раз-таки этюдник. Особенно, если на него ставишь большой холст. Он попросту начинает шататься. Плюс ко всему прочему, у него отлетели уже в некоторых местах крепежи. Они попросту не держатся. То есть, тот же большой холст взять 70 на 80, 80 на 90 уже неудобно работать. Здесь вот один вот этот крепеж, он попросту еле держит этот холст. Отлетели крепежи здесь, внизу некоторые. И сам по себе вот этот короб, он, так сказать, очень плохо закрывается. В принципе, на самом деле это мелочи. Мелочи эти можно исправить. Просто сходить в тот же строительный магазин, подыскать какие-то детали, его разобрать, почистить. Потому что вот этот деревянный ящик, он полностью целый. С ним за 12 лет вообще ничего не случилось. Он нигде не размок, нигде не просел. То есть, все с ним окей. Разобрать, почистить, купить кое-какие крепежи. Плюс у меня еще здесь ремень отлетел. Я последний раз ходил на этюд, ездил к морю. Пришлось его просто-напросто километры в руках нести. Ну, как бы не особо это удобно. Подобрать всякие крепежи, разобрать, почистить, заново собрать. И как бы он тебе прослужит еще не один год. Но он для меня уже очень сильно маленький. Я когда его покупал, я отталкивался от потребностей, потому что я работал с базой. У меня была, так сказать, строгая палитра из серии там 12-15 колеров, не колеров, а тюбиков краски. И в принципе они вот в этот вот короб, ящик спокойно залазят. Плюс там растворитель, пару кисточек, мастихин, палитра, как бы все окей. Сейчас уже в основном я работаю только, ну, практически с чистыми цветами. В основном я все еще на холсте. Палитру я не особо часто также использовал. Если раньше я вот эти вот 13-15 цветов, с помощью них я работал с замесом. Кстати, по поводу этого. Когда только-только начнете работать краской, старайтесь сначала поработать с колерами. Понять, как себя ведет масло и вообще, что оно из себя представляет. А потом уже кидайтесь на более расширенную палитру. Сейчас перейдем к краскам, кисточкам, к разбавителям, еще об этом поговорим. И в принципе вот это все сюда укладываю. Сейчас пойти на те же этюдеры, ну, мне надо где-то 20, может даже чуть побольше цветов. И он попросту уже сюда ничего не влазит. То есть приходится их отдельно складывать. Поэтому я себе купил другой этюдник. Вообще, перед тем, как покупать другой, я хотел себе взять также подольский, но чуть-чуть побольше, чтобы больше цветов, больше материала сюда влазило. И помимо этюдника, заказать себе, наконец-таки, нормальный, мощный мольберт, куда можно будет ставить большие холсты. Я нашел в Калининграде классного плотника. На данный момент я у него заказываю подрамники, деревянные для холстов. И думаю, если ему просто-напросто принести чертежи, он бы, в принципе, и мог собрать этот мольберт, сделать. Но как бы ничего сложного нет в нем. Там несколько деталей, просто их подогнать, вот и все. Это вышло бы даже, кстати, намного дешевле, нежели заказывать в магазине. Потому что в магазине, я смотрел, тот, который меня он устраивает, он стоит в районе 40 тысяч. Я думаю, плотник бы сделал, но тысяч за 15, за 20. Вообще, спокойно. Сейчас этюдник, который я себе взял, это санетовский. Может, уберу сейчас. Вообще, я его видел еще год назад в магазине. Он у меня вызвал некоторые сомнения. Это вот эти вот деревянные ножки. То есть, он полностью деревянный. Единственное, что здесь металлическое, это крепежи и держатели. Все. Но когда вблизи рассматривал, вот эти вот ножки, у них настолько мощная фурнитура, то есть, ему ничего не будет. Конечно же, если его долбануть, он сломается. Но как бы идей такой у меня нет. С подольским, я думаю, то же самое было. Хотя, кстати, у него ножки алюминиевые. Алюминиевые ножки вот эти у него, вот как раз-таки, вот это меня и бесило. Вот эти вот держатели, это все пока дело выдвинешь, все закрепишь, проходит энное количество времени. И то же самое обратно собрать. Ну, как бы я ко всему этому делу привык. У Санетовского похожая система. То есть, в магазине я каких-то других не нашел. Вообще, когда я его покупал, у меня мои однокрупники купили этюдники. Там тоже были алюминиевые ножки, но у них они были как бы полегче. И у них были просто такие заклепки. То есть, они намного быстрее все выдвигались. То есть, пока я это все дело разбирал, они уже, то есть, начинали что-то делать. И то же самое ждали меня, пока я все это дело соберу. Вот с этим делом, с этими ножками я, в принципе, и мучился. Санетовский этюдник меня привлек, по большей части, тем, что сюда спокойно помещаются метровые холсты. И он не ходит худуном. То есть, если работать, если подольский у него максимум где-то он 60 на 70 выдерживал. То есть, даже я не когда-нибудь брал большие, когда пытался поставить, в принципе, работать и ставить можно. Но он ходил худуном. Здесь этот санетовский, он более устойчивый. Ну и что самое, по большей части, важно для меня, здесь у него большой короб. Он очень уместительный, плюс он еще и двойной здесь идет. То есть, вот эта верхняя часть здесь спокойно... Здесь спокойно уместится та же моя база. 13-15 тюбиков краски, плюс кисточки, мастер-хины. И разбавители еще нижняя часть. Еще плюс также вот здесь вот нижняя часть, вот это также спокойно. Те же недостающие краски, которые я обычно отдельно уже складывал от того этюдника, потому что туда просто не помещались. Сюда они войдут вообще, ну, можно сказать, богатую палитру можно собрать, когда пойти на этюды. За него я отдал 8500. Слушайте, я думаю, даже не буду уже этот мольберг заказывать, потому что для моих потребностей на сегодняшний день, и я думаю, на ближайшие несколько лет, он вообще вполне сойдет. На метровых холстах я работаю не так-то часто. В основном это самый максимум. Я беру сейчас 80 на 90. 80 на 90 это спокойно выдерживает. То есть я пробовал чуть-чуть поработать. Все окей, в отличие от Подольского. Подольский уже, ну, уже, как я уже сказал, он все в негодность приходит. По цене этот мне обошелся 8500. Вообще, мой вам совет, друзья, если вы только-только начинаете работать, знакомиться, не нужно брать такой дорогой этюдник. Можно заказать вот такой вот вариант, как мой первый. Я не знаю, если честно, сколько они сейчас стоят, но, наверное, дороже, чем 3500. Но, тем не менее, вы только начинаете знакомиться, не стоит сразу же столько, ну, выкидывать, потому что вам вообще еще и даже и неизвестно будет, будете ли вы продолжать работать маслом. Вообще, в дальнейшем он может просто вам не пригодиться, и по большей части вы просто деньги выкинете на ветер. Купите обычный этюдник небольшой, куда будет вылазить та же база 13-15 цветов, кисточки, мастихины, разбавители, может, еще какие-то материалы вы для себя возьмете. И все, и работайте с этим. Потому что, если вы откажетесь от масла и перейдете на какой-то другой материал, или вообще будете просто в студии работать, а на этюды просто ходить на броски какие-то графические делать, то не нужно покупать сразу же такой дорогой этюдник. Я вот этот взял, в первую очередь отталкиваясь от того, что я по большей части сейчас в студии работаю, и он как мольберт сойдет. И плюс, если я пойду на этюды. То есть он просто идеально будет. Плюс здесь еще ручка, его можно просто как чемодан нести, или также ремень. Я ремень, кстати, еще не проверял, не знаю, но вот этот этюдник намного тяжелее, чем подольский. Ну, он понятный и больше. Плюс еще я, да, если краски положу, другие материалы, он такой весомый будет. Но все равно намного легче, чем тот, когда последний раз его километры в руках тащил. Итак, поехали дальше. Холст. Итак, я вообще всегда был сторонником того, то, что художник, любой уважающий себя мастер, живописец, не просто должен, а обязан уметь делать добротный, качественный, самодельный холл самостоятельно. Чтобы на нем не только было приятно работать, но и чтобы работа на нем прожила не один год, не один десяток лет. Как я уже сказал, то есть я в Калининграде наконец-таки нашел классного мастера, классного столяра, кто делает мне подрамники. Вот так выглядит этот подрамник. Начнем с этого, потому что это очень важно. Он модульный, размер здесь у него 54 на 63, что самое приятное, по цене он мне обошелся 350 рублей. Если зайти в ту же багетку, он там будет стоить на заказ в районе 1000. И по качеству, ну это по крайней мере в Калининграде, и по качеству он будет уступать. Здесь вообще сами посмотрите, какие рейки мощные. И то есть если делать прям основательную желатиновую проклейку, его сами рейки, они не будут гнуться. То есть желатин он натягивает ткань, холст, и рейки со временем гнутся. Вот здесь он у меня уже стоит порядком месяца. Холст имеет хорошее натяжение, и то есть вообще все окей. По поводу ткани. На сегодняшний день я работаю исключительно на стопроцентном льне, стопроцентный холст, но он очень дорогой по цене. Опять же таки, вернемся к началу. Если вы только-только собираетесь пробовать, работать, понять, что это вообще за материал, вообще ваш ли это или нет, можно это все дело обыграть, заменить обычной двуниткой. Она намного дешевле. Если я вот этот вот лен покупаю, ну, сейчас в Калининграде, к сожалению, я заказываю, там приходит рулон, по-моему, 5 метров там, он мне обходится в районе то ли 4,5, то ли 5 тысяч я даю за него. То есть, по метрам уже не завозят. А метр я брал, он стоил в районе тысячи, по-моему, то ли 850, то ли 1000, что-то такое. Двунитка, она в магазине стоит, ну, максимум рублей 300, наверное, метр. То есть, все это дело можно обыграть. Не нужно, еще раз повторю, кидаться за прям дорогущими материалами. Я сам работал на двунитке, когда учился, и у меня в Томске остались работы. Они до сих пор живы, и с ними до сих пор все окей. Прекрасное состояние холста. Еще раз повторю, если качественно все сделать, качественно нанести проклейку, холст будет, прослужит вам, работа проживет. То есть, у вас, или же если вы продадите, у этого человека не один год, не один десяток лет. Но, конечно же, на стопроцентном холсте работает намного приятнее. У него намного приятнее фактура. Особенно, если вы любите живопись мастихином, на лине мелкой фактуры мелкое зерно работает намного приятнее. По поводу изготовления. Здесь холст желатиновая проклейка в три слоя. Желатин я готовлю, это исключительно растапливаю в водяной бане, не даю вскипеть, именно просто растопить. Чуть-чуть остудить первый слой и можно наносить. Второй слой, соответственно, уже холодный, дожидаясь, пока такая сметанная, как кефирная масса образуется, я уже наношу. То же самое, третий слой и сверху акриловый грунт от Санет. Вот этим способом я пользуюсь не один год. Я, в принципе, сколько времени я работаю маслом, столько времени я так холсты изготавливаю. Ни разу еще вот этот способ меня не подвел. Холсты всегда в идеальном состоянии, их никогда не ведет, никогда не идет, не идут волной углы, что очень важно. Вот самый первый такой признак, что что-то пошло не так, либо вы что-то не так делаете, либо что-то с материалами. Это когда происходит обтяжка, проклейка, грунтовка холста, или же когда вы уже начали работать маслом, если повело углы, то есть волнами пошло, это сразу же ошибка, либо какие-то косяки при проклейке, либо какие-то материалы вы не те взяли. Ну, я покупаю здесь профессиональные материалы, то есть с ними все окей. С двуниткой у меня тоже проблем никогда не было. Еще раз повторю, когда только-только пробуете, не кидаетесь вы сразу за дорогими материалами, кое-что можно заменить. Ту же двунитку. Ну, естественно, подрамник, подрамник это, конечно же, деревянный. Никакого пластика, либо еще какого-то ноу-хау использовать не нужно. Обычный добротный деревянный подрамник. Он вам прослужит также ни один год, ни один десяток лет. Еще немножко этому уделю времени. Почему я взял в первый момент основные такие материалы это этюдник и холст. Я уже об этом заикнулся, насколько комфортно вам будет работать, настолько и добротно выйдет работа и сам процесс. и тюнинг соответственно, чтобы на нем стоял нормальный холст, чтобы его не трясло. Ну и соответственно сам добротный холст. Ну и конечно же обстановка, где вы будете работать, какая мастерская или же какое помещение. Я все прекрасно понимаю, я сам через это проходил. Не у всех есть возможность снять отдельно какую-то студию или же организовать это дома, в квартире. Я когда учился, я жил не один в Томске, я жил с родителями, у меня к тому же ко всему не было своего, своей комнаты, был там просто уголок, где стоял стол и метр полтора свободного пола. Ну и тем не менее, я смог это все дело организовать. Сейчас покажу. То есть, если я ходил на этюды и что-то не успевал доделать, я просто складывал у этого этюдника ножки и делал его, как знаете, такие настольные продают, просто ставил на стол либо на пол, спокойно садился и спокойно в своем углу работал. Как бы вот такой еще небольшой лайфхак, как можно организовать место себе, то есть дома спокойно там 2-3 метра полтора уделить и спокойно работать. Я даже на тот период, когда начал работать на заказ, конечно, большие холсты я себе позволить не мог, но тем не менее, 50 на 60, 60 на 70, но по большей части это 50 на 60 было, я вот так вот ставил и спокойно писал дома. Да, ну, даже сами видите, вот этот этюдник, он уже даже и так не стоит, потому что эти ножки, они вообще все искривлены. Итак, поехали дальше. Перейдем к самому интересному во всей этой истории в творчестве это, конечно же, краски. Краски, вспомогательные материалы, мастихин, кисточки, разбавители, лаки. Как я думаю, вы видите, у меня очень богатая палитра из выбора. Работаю я исключительно нашим производителем, это Невская палитра, мастер-класс. И я рекомендую, конечно же, вам писать нашими красками. Если сравнивать мастер-класс с другими производителями российскими, он, конечно же, подороже будет. Но если же сравнить с теми же европейскими красками, он выйдет не только дешевле, он выйдет еще вообще Невская палитра, сколько я смотрел, я, конечно же, смотрел по большей части через интернет, сравнивал. У Невской палитры, у мастер-класса самый богатый выбор цветов, оттенков. У него очень красивая палитра, у него выходят самые красивые замесы, если сравнивать с теми же итальянскими красками. И они еще по сравнению с европейскими красками самые дешевые. Поэтому, друзья, не нужно здесь искать, куда-то ходить, что-то выбирать. Вот просто идете в магазин и мастер-класс. Если же на мастер-класс денег не хватает, можно заменить ее ладугой. Это тоже Невская палитра, но она побюджетней. И некоторые цвета, у них качество, конечно же, не особо. Взять тот же кадмий либо охра, она здесь мастер-классу уступает. Как я уже сказал, у меня очень большая палитра, потому что я люблю работать исключительно открытыми, чистыми цветами. Вот прям знаете, из тюбика берешь, те, кто смотрит меня, видели мое видео, мастер-классы, видели, как я работаю, поймет, как я пишу, то есть я просто смело беру из тюбика и на холсте уже ищу замесы. Конечно, бывают и минусы, я нередко, так сказать, не то, чтобы и часто, но бывает такое, что я порчу работу, порчу холсты, когда очень сильно увлекусь, развожу грязь. Но это масло, это можно все убрать и просто заново переписать, тут как бы ничего страшного, поиск, он всегда есть поиск, я этому буду учиться всю жизнь. Я не скажу, что я импрессионист, у них другой подход к работе, но тем не менее, меня вот эти чистые, открытые цвета в живописи, они захватывают. Если я раньше работал с базой, база у меня состояла, я вот максимально попытался подобрать, чем я работал лет, так сказать, 6 назад, но в принципе, я вот эту базу и нередко сейчас использую, когда хочу так, ну, в классическом стиле поработать. Сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Здесь два черных, один убираем, то есть 17 цветов где-то у меня было, даже побольше 15. Вот с этим я работал. Я старался себя очень строго ограничивать, ставить в рамки, потому что только-только ознакомился с этим материалом и здесь очень важно работать с колерами. Вообще, в принципе, с колерами, с замесами важно везде работать, не только в масле, акварель, гуашь, темпера, акрил, то есть искать, понимать, понимать цветоведение, как это все себя дело ведет. Это уже потом, когда наберетесь опыта, наберетесь смелости выходить за, так сказать, за рамки предложенного. Чем я сейчас и занимаюсь, ищу для себя что-то новое. Постоянно покупаю какие-то другие цвета, работаю, пробую, в общем, в постоянном таком динамическом поиске нахожусь. Но, вот эта вот база, вот эти вот, так сказать, рамки, они меня очень сильно поднатаскали, и очень многое, так сказать, очень многое дали мне в масляной живописи. Вкратце, здесь, конечно же, титановые белила, цинковые, я в расчет вообще не беру, потому что у них неприятный такой теплый оттенок получается. Черная краска, но черная краска здесь, конечно же, это спорный вариант, потому что ее не каждый использует, и не каждый берет ее на этюды. Я ее использовал раньше постоянно, сейчас использую, использую очень редко. Это только если какой-то поиск линейный, или же в замесах сбелила, или же с индийской, если что-то хочу такое с фактурой поработать, либо еще что-то получить. В основном вместо черного у меня выступает вандик. Кстати, вандик коричневый, просто исключительный цвет, особенно в замесе с белилами, такой, знаете, серый бархат передает написание такого пасмурного неба в пейзажах, просто идеальный вариант, идеальный замес. Вообще, вандик еще очень классный с прозрачной краской, с индийской желтой. Такой, знаете, темный-темный медный цвет получается. Она, ее можно, кстати, развести жидкой, даже пописать лессировками, то есть спокойно. Тут, конечно же, охра, кадмий, зеленая, зеленая, здесь у меня всегда было три варианта, это оливковая, травяная, зеленая и веридоновая зеленая. Из синих это небесно-голубая, бирюзовая, голубая ФЦ для написания теней, ультрамарин светлый, тоже для написания теней. Из всего вот этого дела только одна прозрачная краска, краплак розовый прочный. вообще прозрачную краску я начал водить самую первую, когда начал расширять вот этот весь свой горизонт и первое, что туда вел, это была индийская и араратская. Вообще мой вам совет, прозрачная краска это же, конечно же, для лессировок, но, как я уже говорил, попробовать поработать с ней в замесах. Потрясающие колера, потрясающие цвета, особенно с индийской белила, неаполитанская охра, вандикт, про которую я говорил. Она, знаете, такое ощущение, то, что просто обогащает этот замес оттенок, просто супер выходит. Попробуйте, я думаю, вам, ну, сами увлекаетесь всем этим делом. Ну, и уже, когда я освоил все вот эти вот азы, все вот эти вот ноты в живописи, в масляной живописи, мне, конечно, же стало скучно работать с базой, хотелось попробовать себе в чем-то новом. Ну, и, соответственно, я начал расширять палитру и дошел до того, то, что излюбленный вариант в живописи, это, конечно же, чистые, открытые цвета и работа мастихином. Мастихинов у меня, конечно же, раньше был больше выбор, я, опять же, таки искал. Раньше я работал исключительно кисточками, мастихин я использовал очень-очень редко, несмотря на то, что мой учитель, он работал также исключительно мастихином. Но, опять же, таки, он мне поставил задачу учиться писать кисточками. Вот, кстати, кисточки самое лучшее это для масла, это, конечно же, щетина, никакой синтетики. Я синтетику использую, но использую в основном это для первоначального поиска, то есть, затонировать хвост либо еще что-то найти. Хотя, все вот это можно сделать из щетины, то есть, на вот это вообще не тратится. Но, щетина, она очень дорогая. То есть, вот эту кисточку я покупал, здесь она тридцатка, натуральная щетина, 714 рублей она стоит. Недешево, тогда я сказал. Но, вот что самое такое в щетине, это, конечно же, передача вот этого мазка, вот этой вот красоты масляной краски, вот этой вот классики. Ни одна другая кисточка не заменит. Есть еще продают синтетику, но, честно, я ни разу ее не пробовал. Я всегда покупал только натуральную. Мне вот таких кисточек хватает где-то на год, примерно, но потом приходится новую покупать. И то, я вот эту взял, потому что я сейчас хочу поработать на больших холстах, те же пейзажи пописать, композиции с людьми начать работать. Хочу поработать и кисточкой, и мастихином. мастихин я в основном покупаю у арт-сервис и в основном пользуюсь вот таким сейчас вариантом 10-23. Он очень вытянутый и он очень пластичный, то есть по холсту он просто идеально ходит. Вот все, что я хочу получить, все вот эти эффекты в живописи мастихином, я использую исключительно вот этот вот вариант. По поводу разбавителей. разбавитель я уже несколько лет пользуюсь только тройником, он меня полностью устраивает. Единственный минус, краска очень быстро высыхает, то есть если вы пойдете на этюды и что-то не успели, что-то нужно доделать, то есть нужно в этот же день садиться так же дома, как я показывал, поставить на пол либо на пол такой этюдник ножки убрать и в этот же день дописывать, доделать, потому что если уже на следующий день краска уже засыхает и что-то вводить, это просто придется дополнительно лак использовать, чтобы первый слой разбавить, чтобы краска хорошо между собой смешалась, либо делать настолько мастерски, чтобы это все дело перекрыть, а если это еще и пастозная живопись, это наслоение, но это без лака просто не обойтись. он, когда пишешь, краску не сушат, очень яркие такие насыщенные, прям такие сочные мазки оставляет, но он очень быстро высыхает, и поэтому работать нужно, соответственно, также на нем быстро, но я удовольствие, так сказать, на несколько дней не растягиваю, на несколько недель, я стараюсь любую работу написать на максимум за день, за два, то есть, если я растягиваю там на три, на четыре, я стараюсь вот эти этапы делать так, чтобы потом какие-то дополнительные промежуточные слои того же лака, либо еще что-то не водить. Лаком я покрываю уже отдельно и беру только исключительно акрилстирольный лак, также от нервской палитры, разбавитель также от нервской палитры, нейтральный лак, домарный лак я в расчет не беру, потому что он темнит, акрилстирольный лак, он покрывает такой нейтральной тонкой пленкой, да, как и любой лак, он начинает блестеть, но со временем вот этот блеск исчезает, остается просто защитный такой слой, по большей части меня вот этот защитный слой и интересует. У меня нет такого, так сказать, подхода, чтобы работа, вот этот блеск передавался от лака, мне это не особо нравится, как бы пару месяцев, год можно потерпеть, потом он сойдет на нет, меня больше интересует, чтобы мои работы, моя живопись была защищена, вот эта вот защитная пленка как раз таки будет защищать масло от влаги, от ультрафиолета, еще каких-то воздействий, то есть, ваша работа, ваша живопись, то есть, проживет не один десяток лет, и, кстати, еще не сказал, помимо вот таких вот кисточек, мне очень нравятся тонкие кисточки, причем это белка, да, я использую белку в масле, то есть, вот эти вот тоненькие линии, либо еще какие-то мелкие детали, мне они очень нравятся, даже больше, чем щетина, потому что щетина, она в основном вся плоская идет, и какие-то такие мелочи прописать, я это, конечно же, редко делаю, но тем не менее, и напоследок, друзья, думаю, возьмем еще одну небольшую такую тему, очень важную, это подача работ, возьму, давайте возьмем вот эту работу, и вот этот вот пейзаж, два пейзажа разберем, итак, две работы, два пейзажа, размер здесь 50 на 60 и 40 на 50, две рамы, рамы, конечно же, я заказывал багетной мастерской, вот эта вот рама, это пластик, это деревянная рама, вообще, к оформлению, к подаче своих работ перед зрителем, меня также учил мой учитель, и на что он всегда старался обратить внимание, это, конечно же, качество холста и качество рамы, конечно, живопись, это само собой, но сейчас будем рассматривать, рассматривать именно это, что касается вот этой вот работы, вообще, в принципе, любую работу, если брать, любую композицию, на что я обращаю всегда внимание, это чтобы сама живопись, сама композиция и сама рама были одним единым целым, чтобы не было такого, одно было с одной стороны, другое, с другой стороны, как очень часто это происходит, по неопытности, по незнанию, просто оформляют, как попало, переплачивают, к тому же, еще и денег, это смотрится, ну, просто ужасно, то есть, к примеру, пейзаж, еще более-менее добротная написанная работа, хорошая композиция, хорошая живопись, а рама, она просто это все дело перекрывает и вылетает. И вот в первую очередь, на что, друзья, обращайте внимание, когда вы будете оформлять, это, конечно же, цвет, цвет и форма, по цвету, чтобы она гармонировала с цветовой палитрой композиции и, соответственно, чтобы форма еще тоже, так сказать, дополняла работу. Вот если отталкиваться от этих двух работ, вот здесь композиция 50 на 60 размер, то есть, вот такой вот размер, здесь получается где-то 3 сантиметра, даже, может, чуть поменьше, я бы уже на эту работу одевать не стал. Конечно, если взять цвет рамки потемнее, вот такой вот, она бы еще подошла, но все равно визуально где-то сантиметр еще охота добавить. вот здесь я выбрал специально такой багет, хотя я вот такие вот всякие, так сказать, узоры не особо люблю, но они здесь, во-первых, не особо бросаются в глаза, плюс повторяют некоторые элементы из композиции. Соответственно, рама и сама живопись, она смотрится единым целым, то есть, они не вылетают. не вылетает живопись, не вылетает багет. И в то же время, когда зритель или же я смотрю на свою работу, меня в первую очередь привлекает сама композиция, сама живопись, а уже потом я смотрю на багет, ну, отдельно смотрю, как она оформлена. И, соответственно, если вот эту работу брать, это обычная деревянная рамка, здесь я отталкивался от того, чтобы просто вот этот цвет замкнул вот эту работу. Вообще, изначально я хотел заказать другой, у них такой темно-серый был, но у них просто не было в наличии, она бы сюда больше идеально вписалась. Ну, и вот этот вот зеленый, он тоже неплохо сочетается с цветовой гаммой, с той же охрой, неаполитанской, с теми же зелеными, синими цветами, то есть, здесь все окей. И плюс вот эта вот золотая каемка, она также все это дело объединяет, заключает. Что касается цены, я стараюсь не, особо не тратиться на этот багет, прямо, чтобы из вон, как сказать, не лезть, извне. то есть, если бы мне понравился багет и серия, он там не обошелся в 6-7-8 тысяч, я бы его убрать никогда не стал, потому что по большей части покупателя, они эти рамы просто-напросто меняют, они заказывают что-то свое. 50% оставят, 50% поменяют. Вот этот багет, он не обошелся, если я не ошибаюсь, в районе трех тысяч. В принципе, вот такой вот вариант, это очень дешево для такой работы, для такого размера. Вот эта рамка, по-моему, то ли в две, то ли в 1800 тоже, в принципе, недорого. Хотя, я сейчас делаю заказы, опять же, такие подрамники, я хочу спросить, делает ли он рамы, если он сможет сделать наподобие вот такого вот варианта, она будет стоить там вообще копейки, рублей 300. Купить тот же акрил, несколько цветов, просто самому закрасить аккуратненько и покрыть лаком. То есть, она будет как магазинная, то есть, еще здесь можно будет экономить. Конечно, такую я не думаю, что он будет делать, да и в принципе, да и в принципе, это не надо. Но такой вариант можно будет попробовать, парочку так взять, почему бы нет. Друзья, у меня, в принципе, на этом все, все, что я хотел сказать, показать, поделиться. вам я желаю просто творческих успехов, побольше работайте, побольше занимайтесь собой, своей деятельностью, своим искусством, не стесняйтесь его, так сказать, продвигать в массу, участвовать в выставках, я уверен, то есть, все получится, так же, как и получилось у меня. Всем творческих успехов, всем пока, пока, друзья.